здравствуйте дорогие близнецы дорогие зрители дорогие любители таро мы с вами встретились чтобы погадать на ноябрь я утверждаю что ноябрь месяц кризисный хотим мы того или нет потому что в зодиакальном поясе в зодиакальном круге представьте ноябрь соответствует восьмому дому это дом как раз кризиса и знаку скорпиона поэтому вся в целом скорпионис тость да она витает в воздухе она буквально взвешена в воздухе в каждой молекуле и она проникает она заражает нас всех тоже вот этим же понимаете есть у каждый месяц каждый месяц имеет вибрации какие-то свои свои признаки и такие которые присущие соответствующему зодиакальному созвездию за эти огольному знаку и ноябрь это вот такое пространство скорпиона что вы лично знаете про скорпионы но то что для вас это не самый дружественный знак для близнецов это понятно про скорпионов вы наверняка знаете что они очень очень выносливый поэтому месяц ноябрь он такой выносливый это месяц когда можно много вынести и нужно то есть это время когда нужно ставить перед собой сложные неподъемные какие-то задачи вплоть до физических даже и этот месяц очень инертный ноябрь он не подходит для новых начинаний он скорее нас всех рассовывает по местам по своим шесткам по своим норкам вот ноябрь не дает энтузиазма абсолютно какого-то легкого дурости и без рассудства для того чтобы кинуться в новый бизнес или для того чтобы по собственной воле куда переехать это вообще не подходит для ноября все другой не вот потом то что он кризисный он очень очень нервный потому что опять же вибрации восьмого дома сообщает очень глубокие эмоции драматические иногда даже трагические дороги подобные какие-то чувства это время ревности это время может каких-то тяжелых сожалений о прошлом это время когда ну не знаю много воды из глубин знаете поднимается из наших гороскопов вся вода которая у нас там у кого сколько в гороскопах плещется она вот в ноябре естественно найти этот восьмой дом он как магнит все поднимают поднимает все эти эмоции старые застарелые как правило не лучше это зависть обострять это ревность обострять это может быть какая-то жертвенность претенциозность обиды старые всплывают и так далее вот такое вот такой вот он с тяжелыми очень ему и еще восьмой дом это дом чужих денег поэтому в ноябре обязательно активируются вопросы чужих денег займа кредит инвестиции наследство выигрыша в лотерею ноябре подходит кстати вполне это к теме месяца до купить тот самый лотерейный билетик и наконец-то разбогатеть поэтому эта тема тема денег за долги ваши или чьи-то перед вами долги это тоже обязательно все поднимается все это присутствует в общем картинка казалось бы не веселая нарисована мной да ну то есть это не июнь ваш до близнецы любят июнь вот ваш месяц с июнем все понятно все живенько весело учиться работать бодренько вот ноябрь конечно совершенно совершенно не такой но все равно смысл положительный позитивные во всем этом все это истории есть и не знаете какой этот месяц у нас перерождает месяц перерождение то есть через кризис мы как очищаемся гибнем в каком-то метафизическом смысле как какая-то часть нашей личности должны обязательно в этом кризисе загореть буквально до исчезнуть испариться для того чтобы потом мы как птица феникс возродились каком-то другом качестве то есть в любом году мы обязательно должны переживать ноябрь ноябре время великой чистки чистка головы чистка нервов чистка жизни чистка записной книжки в плане списка знакомств но для близнецов испанская таро 100 карт имеете ввиду так для начала достается вам императрица отличной картой даже перевернутая в общем она не сильно меняет свое значение разбогатеть и выздороветь и влюбитесь много-много всего получите в общем по итогам ноября близнецы станут наряднее близнецы станут заметнее близнецы станут авторите немножко здесь есть намек на новую должность но еще больше императрица говорит о каких-то женских делах и в общем карта любовная да если вы старших арканах вообще будем искать любовной карты то это императрица это возможность реализовать себя как женщина знаете иногда девочки так и говорят когда мы встречаемся вот например за личными гаданиями девочки иногда так и говорят с ним например с каким-то человеком я почувствовал себя женщиной наверное все свой же смысл вкладывает в это понятие почувствовать себя женщиной вот и вот как раз вот эта карта проекта то есть возможность почувствовать себя женщиной но это знаете можно хорошенько хорошенько пошопиться и прямо нарядиться это же почувствовать себя женщиной а можно влюбиться так что прям вот так вот да тоже почувствовать себя женщина можно родить кого-нибудь и тоже с успехом почувствовать себя женщине в палате в роддоме поэтому сами смотрите женские дела женские энергии какая-то авторитетность может быть женского может быть вы больше будете морально весить что ли вашей семье или для вашего мужчины это очень хорошая карта про богатство про здоровье про уместность происходящих тоже температрица в первую очередь она на своем месте носить на троне которая заслужила или по праву вождения да вот она там оказалась далее для близнецов карта переворачивается паш мечей новости вас ждут новости разные может быть немножко спорные может быть странноватые может быть новости которые поражают сознание воображение так далее это что карта это перевернулась это либо эти новости не вовремя приходят либо они не такие как вы ждали тут опять претензии к себе предъявляете знаете человек который ничего особого от мира не ждет а правильно живет да вот под за подзем в цене находится и ничего от лукавого со жизни пускает вот такого человека все новости хорошие да потому что он других не ждал вот поэтому скажем так спорные новости вместе карты говорят что могут именно спорные новости про имущество а также может быть ссора с женщиной у вас ссора женщины от которой вы этого не ждали резкие слова несправедливые неуместные какие-то обиды со стороны от от женщины от которую вообще этого не ждали потому что вы с ней там любите друг друга дружить и так далее какая-то старшая родственница может быть какая-то покровительница начальницу тогда у тебя то прямая карта жрица в продолжение говорит что вам все-таки придется вернее вам удастся как-то уговорить как-то убедить это ту женщину чтобы она поменяла мнение про вас и про ситуацию то есть вот вместе карты до такой сценарий знаете как учительница которая вас разочаровалась обвиняет ругая двойки ставит да а вот потом почему-то начинает вас жалеть входит ваше положение и в общем остается для вас добрым другом или добрый волшебный фильм вы смотрите все равно жрица и императрица вместе подряд выпадать значит что есть какое-то покровительство знаете есть какое-то покровительство в сила либо это действительно что из на тонком уровне покровительство да мы представляем себе вот ту самую фею крестную которая из ансамбля ваших ангелов-хранителей я думал все девочки чуть-чуть золушки и у нас у каждой девочки есть обязательная фея креста и понимаете да вот если вы потерялись если вы какой-то кризис или дефицит переживаете оглянитесь смотрите вокруг понимание или помощь поддержка как минимум снисхождение какой-то женщины серьезной у нас очень спасут вам очень помог вы можете быть сами этой женщины можете для кого-то тоже волшебницы побыть это тот такой совет уже от меня далее близнецам дровойка жезлов достается возможность доминировать возможность вот опять же уговорить развернуть ситуацию в свое свою пользу даже сама не благоприятную какой-то необычный вы к жезлов советует вам вот внимание такие мелкие карты это они хороши как советы двойка жезлов рекомендует вам стоять на своем представьте 100 стойте на своем не давайте вас уговорить не давайте вас переубедить не давайте вас куда-то увести в сторону двойка жезлов советует и поддаваться временным каким-то негативным настроением очень верить в себя и убеждать в своей правоте еще окружающих это интересная карта это знаете картам стойкого оловянного солдатика который вот немножко близнецы говорят что не упрямые люди потому что воздушные но я думаю что как раз таки упрямые мне из близнецов больше всего нравится джонни д по вам напишите в комментариях пожалуйста далее так вот видите будете стоять вот интересный момент переломный будете стоять на своем еще знаете двойка двойка жезлов это еще и совет очень серьезно не торопиться не делайте поспешные выводы и резкие движения особенно какие-то судьбоносные к типа переезда там например или смены работы основном все уже работа интересует да вот не спешите учебу бросать или там страну меняете континент да вот потому что вы тише едешь дальше будешь вот о чем эти две карты говорят точно тише едешь дальше будешь ваша выжидательная политика позиции вот вы сидите чуть и не даетесь чтобы вас с места сдвинула никто не подвинул вас не с должности не подвинул ниоткуда никуда ничего вот и и все и будет вам счастье это знаете как удача награда за смелость помните да вот это слова знаменитой старой песни молодежь конечно не помнит но когда-то эта песня была просто большим-большим хитом удача это награда за смело понимаете вот что ждет удачу восьмерка жил бы просто счастливая карта это знаете как ключи от банковской ячейки чужой не знаю повезет какой-то совершенно неожиданный эпизод везение какое-то такое странное может быть даже не заслуживает а если у вас опроса про любовь если вас интересует именно сценарий какой-то любовный то у вас возможно знакомство ведь все паже это так или иначе новые люди возможно новое знакомство романтическое но по окружению это точно человек моложе вас младше вас неважно насколько но есть шанс познакомиться начать отношения с человеком младше младше по возрасту далее вот этим и к волшебству все-таки конечно только переходим до везение маг это момент такого всевластия это момент когда вы ощущаете в собственных руках некую магическую палочку и карта говорит что будет у вас будет в ноябре повод возможность будет такой момент такое время когда вы ой поколдуете над своей жизни но ответственная карта ответственная то есть все в ваших руках в какой-то момент окажется ту же самую работу выбрать место жительства выбрать или или кстати я все время про любовь то забываю понимаете да или это будет у вас знаете такой такая возможность вот очевидная и редкая в общем-то у людей очень сильно повлиять на любовную историю очень сильно знаете вот ваших руках момент когда выбираете только вы и больше никто 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 не скажет продолжать вам например встречаться с кем-то или нет жениться вам с кем-то или нет разводиться вам с кем-то или нет в общем видите здесь какая-то прогресс такой вот очевидный у близнецов на лицо то есть может быть концу месяца не обязательно так карты последовательность мы смотрим здесь начало здесь конец до концу месяца можете прямо вот так смело так очевидно настойчиво так явно воплощать свои мечты настолько вы можете владеть вообще судьбой ситуации настолько вы можете почувствовать себя волшебником буквально волшебник это маг это волшебник так и одна карта еще давайте завершающего это для вас шестерка жезлов а очевидно явная победа триумф близнецов ждет триумф причем знаете такой заметным другим людям услышите в свой адрес похвалы аплодисменты получите все грамоты переходные вымпелы карты кстати карьерные то есть он такой очевидный очевидные карьерные достижения может описывать да вот такой какой-то рвок вы совершаете и момент гордости за себя за свои совершения вообще за все за все прошлое прекрасные карты месяц вас ждет деятельный месяц ресурсный если вопрос про деньги то напрямую денежных карт вот как таковых то вот таких вот здесь нету но нету и карт про дефицит например про отсутствие денег я не вижу здесь конфликтов и я не вижу здесь какой-то может быть злой тайны или злой конкуренции все достаточно очевидно и самое главное что в картах я вижу прогресс от скажем может быть такого сомнительного начала до к абсолютно триумфальному концу месяца и я признательно и благодарна всем кто со мной всем кто смотрит мои гадания гороскопа очень признательно всем кто жертвует деньги на мою собачьи ферму на канале есть видео с моими любимыми нежными собачками во всех случаях призываю вас поддерживается с любые инициативы местные вашем городе или где-то еще инициативы связанные с уличными животными а мы с вами еще увидимся